Вот какая песня. А это жаркица. Вот, в глазах, где они? Вот они. Вот. Ну, сейчас Кузя вам песню споет. Похлопоти песню споет. Человек, вот, он живет, он просто иногда даже не знает, для чего он живет, честно говоря. А у меня как бы всегда хотелось что-то сделать такое интересное, кому-то прийти, что-то помочь, поговорить с человеком. Сначала я занимался один, я еще нас бронули, еще не знал, что где-то есть волонтеры. Я просто начал заниматься, открыл сначала музеи, потом стал собирать всякие вещи, значки, картины, птицы, все, что хочешь. Все, что люди, человеку приносят радость. Я к этому так и что-то собираю, делаю, покупаю, чтобы все приносило радость человеку. А иногда можно открыть дверь в свое счастье. Открываешь дверь и смотришь. Ой, в чем же счастье человека? Оказывается, в самом семье. А здесь вот написано, налево мигнешь, успех будет, твое счастье в тебе самом, направо улыбнешься. Удача будет так, что надо жить свимором, и все кругом тебя окружает, и все тебе будет хорошо. Удача в жизни. Молодцы. Езжу к детям, к бабушкам, ко всем, короче, езжу, к инвалидам, и что-то для них делаю. Ну, хоть что могу сделать. Могу в магазин сходить, могу что-то по кушку принести. Хоть что могу сделать. Могу просто вот сюда пригласить даже детей. Здесь какую-нибудь передачу для них такую интересную. Что-то сделать с ними руками своими. И все. И так потом у нас такой клуб открылся волонтеров. И там стали собираться люди такого пожилого возраста. Мать у меня всю жизнь была артисткой. Она до самой старости была артисткой. Это еще мы маленькие были, я помню, в садике. Ставили кукольные театры какие-то там. Мы выступали там артистами. Ну, там, Медведев нарезился, там, в шоке какие-то сценки ставили. Она постоянно вот такая была. Она что-то шила, что-то делала. Была музыкально работником. И вот так мне передалось. Она мне куклы, передала мне. У меня куклы есть по наследству. Они такие старинные. Вот. А потом сам стал делать куклы. И все, как бы, все от нее пошло. На самом деле, интересное чувство вот этой вот доброты. После вот, когда уходишь, все равно остается в тебе вот это вот ощущение, что ты действительно сделал что-то важное. Ну, я всегда ее беру с собой. Она еще маленькая была. Там есть фотография есть. Вот где она, маленькая эта, снегурочка. Потом она вот растет. Сейчас у меня еще там Матвейка еще есть, сынок. Все они со мной участвуют. Все костюмы надеваем, наряжаем. Мы на Новый год ездили, выступали. В библиотеках выступали. Дарили подарки детям. Я еду и всегда везу с собой подарки, игрушки. Смотрите, вот эта точка, вот эта точка, видите? Это дно ваше счастье. Запомнили? Да. Все. Когда приезжаешь, собираешь, все, вот это все приготовилось, я туда приехал. Вот там я, значит, все, что во мне есть, я все выкладываю от души, прямо от души. И потом, после этого всего, у меня как бы наступает такая усталость у меня внутри. Потому что, видимо, все выходит у меня, что-то внутри накопилось. И мне становится хорошо, что я... Дети, они все говорят мне спасибо, приезжайте к нам почаще. Вот. И вот так у нас статус такая атмосфера такая хорошая. И она меняет жизнь не только самого человека, но и окружающего кругом. Вот. Вот это очень нужная вещь, что без волонтеров, ну, будет как-то, более будет как-то жизнь такая, будет скучная. И человек, вот когда он в возрасте, ему что-то доверяет, ему там, он уже становится, как бы чувствует себя в работе, в деле, в таком хорошем. Моё небо синее в алмазах, что-то мне по жизни принесёт. Я крещённо, может быть, помазан. В общем, я счастливый, вот и всё, я счастливый, как и никто. Я счастливый, не то что, я счастливый, я не буду, так счастливым уйду.